ребятки всем привет сегодняшнее видео будет о бренде александр ванг как копия в китае смотрите этот бренд я считаю очень интересный потому что он не такой дорогой в оригинале то есть вот такую сумку можно приобрести за 28 тысяч рублей допустим на поезде не купить поэтому как будто бы да вы покупаете подделку но все равно дешевле принципе и люди будут думать даже опять же у всех понят свои цели при покупке копий что да это оригинал потому что ну 28 тысяч это не так уж и дорого и уж покупать типа ну копию ну как бы странно что собственно и плюс поэтому мало кто заподозрит что это у вас подделка я подумала ну сумка то в принципе не сложная но дело то что здесь бренды люксовые которые производят один-один копия что не отличить чуть позже будут на это разбор и не те которые вот снимала валентияга и селин там видны были разницы я собственно сделал на них акцент есть копии которой разницы нет видео будет очень коротким потому что там реально разницы нет дальше но эти копии стоят от без стоимость этих копий от 30 40 тысяч рублей вот но там я опять же объясняю почему такая стоимость там настоящая кожа все дела я вот думаю если оригинал стоит 2000 юаней то почему такая дешевая копия дешевая копия потому что это подделка главное здесь отличие у александр ванга то что здесь нет буковки а на фурнитуре ну и сами швы конечно они прям не идеальные они такие вот на 200 юаней собственно что-то ну вот 200 юаней то есть цена этой сумки в 10 раз ниже оригинала ну следовательно мы понимаем это мне продали за такую цену себестоимость сумки еще чтобы каждый заработал деньги ну в общем понятно тем не менее блин сумка прикольная просто купить как сумку если не надо ни перед кем как-то там показываться доказывать что это оригинал купить сумку просто что приносить как удобная сумка по моему это неплохой вариант я в прошлом своем влоге где я ходила по по рынку мы с вами смотрели эту сумку у меня она очень понравилась и собственно одну из них есть я заберу просто вот носить насколько она удобно насколько она хорошо прям открывается прекрасно входит туда у меня самое главное это powerbank телефон и камера с микрофоном ну собственно идеально входит еще там куча места остается это потрясающая сумка почему здесь стоит две сумки потому что когда я переписывал с продавцом я же хотел купить самую лучшую копию я ожидала что все-таки это будет оригинал но когда я с ней переписывать к сожалению я написала мне нужно high quality но я не сказал что не нужен лайк оригинал и она мне прислала типа хорошее качество но когда мне пришли эти две сумки первое что меня смутило это вот эти пакеты на которых абсолютно одинаковый номер следовательно это абсолютно одинаковые сумки то есть взяли где-то на складе и отличие между ними нет окей я начала тогда искать швы где-то в одной сумке мне больше швы нравится потом в другом месте в другой сумке мне нравятся швы короче ребят если купить например 5 сумок по 200 юаней этот александр ванг они все будут разные где-то шов вот такой вот где-то он косой ну короче они все будут абсолютно разные то есть по швам это определить невозможно ребят это просто вот две абсолютно одинаковые сумки просто меня чуть-чуть обманули оля ходишь топ quality хорошо плати за топ quality а у китайцев главное отправили все претензий больше нет не вернуть ничего нельзя и когда я смотрел очень оригиналы да я обратила внимание что самый большой косяк это конечно очевидный это но буква да вы можете подойти к своему другу часам раскрою все карты посмотреть эту сумку тут нет буква а и все понятно все понятно вот но с другой стороны зато вы сдалека будете ходить александр ванг как бы все равно можно покрасоваться что конечно вопрос типа почему просто производителям не делать 11 копия да и продавать ну не за 2 конечно тысячу я не как оригинал или как копия 11 и люксовых брендов да но за тысячу да потому что игра не стоит свеч смотрите потому что когда делают копия 11 это очень большой риск и собственно цена это компенсирует то есть в засунку закупка сумки где-то под ягра 35 вот там и выше тысяч рублей не там заработаю да как бы но продавать вот допустим вот эту вот за тысячу например юаней это сколько 13 14 тысяч до рублей ну как бы и нафиг надо да и они выше цену не могут поставить потому что люди не будут брать они тогда скажут ну блин проще потери реально в магазине купить ну вот поэтому дешевый у дешевых брендов относительно дешевых ну как бы нет вот этих никто не будет заморачиваться делать копию один в один стараться вот напрягать всех и так далее производства нам изучать эти сумки я думаю это касается всех брендов ценовой категории которые вот 30000 рублей тире на на 70000 рублей это вот всякий коуч мой майкл корс гесс и так далее то есть копия 11 не будет и честно говоря даже не знаю стоит брать или не стоит брать такие сумки реально проще тогда купить ну правда оригинал и еще и не париться с этими сумками но тем не менее раз эти сумки у нас здесь с вами представлены давайте мы их разберем посмотрим с вами все швы как бы такой обзор просто сделаю на них покажу эту сумку дальше вот одна будет наличие если кто-то захочет можете как бы взять купить либо не покупать я себе говорю я себя точно одну оставлю и наверное я еще подруги если никто не купит я подруге дам потому что я тоже очень понравилась эта сумка в китае с китайской полю ходить самое то ну что ж давайте смотреть до сумка вот в таком пыльники приходит пыльник ну на него конечно сильно акцент никто не делал такие очень тонкие нитки здесь она затягивается тонкие нитки и вот сама сумка швы в принципе здесь прям неплохие да учитывая что это не самая дорогая поделка буквы все совпадают все тоже швы не видно ровненько боковинки вот здесь вот какая у оригинала тоже сравнила тоже до нитки но неплохо за свою сумму я не мог прочитать белое только должно быть вот он самое главное отличие что здесь нет буквы а вот этой но замочек прям очень хорошо ходишь дальше у нас внутри внутри вот такой вот замок прошит в принципе неплохо да вот здесь такие вот нитки есть я думаю можно обрезать либо подпалить как-то их вот снаружи снаружи и вот тут вот как-то непонятно что налепили так кармашек кармашек так и вот тут такая этикетка там я думаю видно да место прям много в этой сумке смотрите как она легко вообще спокойно тянется и все открывается широко ручки такие вот карабин чеки нас здесь что беленькая есть ну в общем вот вот она вся вот она вся сумка маленькая хорошенькая принципе в общем ребятки спасибо большое что вы посмотрели это видео конечно но возможно не такое информативное просто я решила реально показать на примере александра ванга ситуацию вот копиями брендов именно такого ценового сегмента опять же такие покупки тоже имеют место быть хотите покупаете цена причем не кусается здесь я говорю сумочка 5000 рублей это уже включена доставка хотите как бы возьмите и ходите с удовольствием этой сумкой в общем ребятки спасибо большое за просмотр всегда рада видеть вас у себя на канале и увидимся с вами в следующем видео пока пока